Всем большой привет, девчонки! Сегодня я хочу сделать видео с посылкой, которая ко мне недавно пришла. Посылка с китайского сайта, с сайта New Chic. И, честно говоря, это мой первый опыт работы с этим интернет-магазином, с китайским сайтом. Сегодняшнее видео я разделила на две части. Первая часть это будет про косметику, и вторая часть про одежду. Сразу скажу, что это будет лайк и дизлайк. В общем, кому интересно, то оставайтесь вместе со мной. Хочу сказать, что китайской косметикой, вот чисто китайской из Китая, я ни разу в жизни не пользовалась. Я никогда не заказывала себе косметику какую-то из Китая, вот именно, да, декоративку, ноу-нейм, так скажем, или даже какую-то брендовую китайскую. Не знаю почему, но, в общем, тут мне захотелось попробовать. В общем, первый продукт, который у меня сейчас на губах, и на самом деле вы могли его видеть и в предыдущем видео. Мне очень нравится эта матовая помада, хотя называется Lip Gloss. Attractive Lips. Все номера и все названия, ссылочки я оставлю внизу, чтобы вы ничего не искали, если вдруг вам что-то понравится. Если я не ошибаюсь, то это номер один. Выглядит вот в такой вот упаковочке, как будто бы блеск. Здесь спонж, да, очень приятный такой вот нюдовый оттенок на каждый день. Сейчас у меня на губах, я его обожаю и в пир, и в мир, под любой супер дерзкий и ежедневный макияж подходит. Вы наносите на губы, и это матовая помада, она просто мгновенно застывает у вас. То есть она такая матовая-матовая, немножко сухая. У кого очень такие сухие губы или есть шелушение, то я бы вам ее не советовала, потому что однозначно она подчеркнет все. У меня, к счастью, таких проблем нету, поэтому все в порядке. Я ее обожаю, вот пользуюсь уже который день. Здесь 7,5 мл, ну и цена, конечно... Второй продукт, давайте тоже для губ покажу. Это вот такой вот Metal Lips, металлический такой блеск, вот так называется фирма, если вам видно, в оттенке номер 17 Lights Out. Сначала мне показалось, что это будет такое очень что-то сильно голографическое или сильно металлическое, с таким вот явно металлическим оттенком на губах, но это совершенно не так. Опять-таки здесь спонж, как обычный блеск, и этот блеск, сказать, что матовый металлический блеск, как-то глупо, да, звучит, но тем не менее это так. Он не такой металлический, как вот он есть в упаковке, на губах он смотрится более сдержанно, более нюдово, хотя все-таки присутствует оттенок небольшого металла, и эта помада уже менее стойкая, нежели первая, которая вам показывала, она может съедаться, стираться, она также может быть вам некомфортной, если у вас очень сухие губы, потому что вот эти две помады, они все-таки матовые, и они прям так мгновенно застывают, поэтому и наносить их нужно очень быстро, но я скажу, что здесь очень удобные спонжики, поэтому вы без труда их нанесете на свои губы, даже на мои, у которых очень ужасная форма, ну в общем, несу сейчас не про мои губы. Эта помада мне понравилась чуть меньше, возможно, за его оттенка, потому что на каждый день я его не могу использовать, то есть тут нужно все-таки подумать, под какой макияж вы ею воспользуетесь, потому что металлический такой вот отсвет на губах, он все-таки к чему-то обязывает. Последний продукт из косметики, который я вам сегодня покажу, это тин для бровей. Я очень давно видела отзывы и видеообзоры на тин для бровей, который, знаете, снимается так вот пленочкой, но мне всегда было страшно, я думала, что я эту пленку оторву вместе с бровями, и тут я решилась, думаю, ах, была не была, надо уже попробовать наконец-таки. В общем, вот такая упаковочка, и тинт у меня в оттенке, в оттенке, господи, в каком оттенке, потому что там было точно несколько оттенков, и я прям так сомневалась и думала, что же брать. По-моему, номер 3, если я не ошибаюсь, но тоже смотрите в инфобоксе, я все ссылочки найду. Вот такой вот гелевый тинт, он что-то между черным и коричневым, то есть это не черный, он скорее такой немножко асфальтового цвета, или даже серовато-коричневый, как это так? Вчера я впервые воспользовалась. Да, сейчас у меня немножко еще тени и гель на бровях есть, но я хочу сказать, что это вещь. Плюс, недавно я посмотрела видеообзор Miss Ange, Ани Лемеш, на тему вот тинта для бровей, она как раз-таки делала полноценный обзор. Возможно, у нее какая-то другая фирма была, китайская. Как раз-таки на вот эту пленочку для бровей, она наглядно показывала, как это делать. Если вам интересно, если вы еще не смотрели, то внизу будет ссылочка на ее видео. Обязательно посмотрите, потому что я уже вчера была дома, такая вся домашняя, и решила, в общем-то, погода ужасная. Думаю, попробую-ка, я не стала уже снимать весь процесс на видео. Плюс, Аня сняла видео, поэтому я решила, что я вам просто расскажу от себя. Я держала этот тинт 30 минут, в то время как Аня, по-моему, говорила, минут 10 она держала, и сказала, что, в принципе, можно подольше. Я знаю то, что у меня вот здесь не хватает волосков, и мне нужно, чтобы была именно закрашена кожа. Я оставила на 30 минут. Вот ничего сверхъестественного со мной не случилось, мои брови остались в порядке. Единственное, что я не снимала вот так пленочкой, я все-таки побоялась. Я просто взяла ватный диск, намочила его обычной водой, и просто водичкой размочила вот этот гель, и он отлично у меня как бы смылся. Если вы вдруг боитесь, что вы вместе с пленкой оторвете себе брови, а брови это такая вещь, которую очень сложно потом отрастить, так что сделайте просто как я. Да, здесь неудобная кисточка, и мне пришлось использовать свою для бровей, которую я каждый день использую при окрашивании. Но, в принципе, я могу смело рекомендовать. Не бойтесь, попробуйте, возможно, вам тоже понравится. Тинт неплохо окрашивает кожу на самом деле, но я бы, наверное, хотела более чего-то рельефного. Я люблю более рельефные брови, нежели мягкие. И, конечно, этот тинт смоется, наверное, я думаю, через неделю с кожи. Он точно смоется. Хочется какого-то более продолжительного эффекта. Так что я продолжаю свои поиски. Если вы знаете фирму, которую можно шикарно закрасить, вот эти вот проплешины, а именно кожа, чтобы на коже хорошо держалась краска или хна, напишите мне внизу в комментариях именно название фирмы. Вот, в принципе, с косметикой мы закончили. Теперь я перехожу к одежде. У меня здесь всего лишь три позиции. Начну я с первой вещи, от которой я просто в восторге. Это бра. Оно мне немножко напомнило мое бра, которое я заказывала в Victoria's Secret. Такое спортивное. И оно действительно не уступает в качестве. Я была очень приятно удивлена. Здесь на молнии. Идеально мне будет даже для кормления. И здесь такие небольшие вставочки. Они не плотные. Нельзя сказать, что какой-то здесь пуш-ап. Ну, просто поддерживающий для груди. Такое спортивное бра. Сзади вот так вот выглядит. И мне, правда, очень понравилось. Девчонки, я могу смело-смело рекомендовать. Достойно. Здесь, видите, тоже закрывается все тканью, чтобы, не дай бог, вам ничего не кололо. И прям действительно была очень приятно удивлена. На запах вообще ничем не пахнет. Я еще потому что не стирала. Но я все равно люблю постирать вещи перед тем, как их одевать. Так что присмотритесь к таким бра. Они, правда, очень удобные и нереально качественные. И два платья. Они, в принципе, одинаковые. Просто разного цвета. И тут я не знаю, то ли это я ошиблась с размером, то ли у них как-то не совсем корректно написаны размеры. Потому что вроде бы как я по своим параметрам заказывала. С учетом того, что у меня еще живот, я еще беременна. Я думала, что мне подойдут. В общем, это просто два сарафанчика. Они в двух цветах. Простите, что этот мятый. Я просто еще не погладила даже. Просто примерила и поняла, что он мне огромный. И даже не стала гладить. Где-нибудь здесь я ставлю фотографию, как эти сарафанчики смотрелись на сайте. И, наверное, давайте хотя бы один я примерю. Покажу, как это смотрится на мне. Мне очень понравилась расцветка. Понравилось, что они такие длинные. И, видите, они просто на лямочках. Вот такой вот у них вырез. Они оба совершенно идентичны. И мне очень нравится этот цвет. Но, в общем, вы сейчас сами все посмотрите. Мне кажется, что они действительно мне очень большие. Вот так они смотрятся на мне. И поэтому, не знаю, они у меня лежат. Что с ними делать, я пока еще не знаю. В общем, если вам понравилось видео, то ставьте пальчики вверх. Смотрите все ссылки внизу под видео. Если вы что-то покупали на сайте New Chic, то напишите мне в комментариях, что именно. И что вам понравилось. Именно какие-то проверенные, может, вещи. На сегодня это все. Всех вас очень люблю и целую. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok